Это Омск. Здесь мы продолжаем. Паблики города завалены фотографиями с провалами в асфальте. В комментариях и сарказм, и тревога. Омск уходит под землю. Мнение экспертов заставляет как минимум задуматься. В городе никогда не будет нормальных дорог, а лет через сто фундаменты даже тех домов, которые построены недавно, могут начать массово обрушаться. В чем причина, выяснил мой коллега Данила Выжевский. Что не день, то новый провал. Появляются они в разных округах города. И как реакция на них – фото от жителей в социальных сетях. Практически сразу после публикации ямы заделывают. Что ж, тогда внесем свой вклад, и мы укажем вот на этот провал на парковке одного из гипермаркетов на Левобережье. Дмитрий Бугаев и вовсе чуть было не провалился в один из таких разломов в тротуаре на улице Химиков. Шел я, значит, несколько дней назад с другом. Было примерно, ну, уже темно, как бы ближе к ночи. Шел, и он меня… была здесь дыра огромная, он меня отдернул. Ну, я чуть не провалился туда. В итоге оглянулись, посмотрели, а там дыра была метра два в глубину. А вот мусоровоз одной из управляющих компаний в буквальном смысле ушел под землю. Асфальт провалился под тяжестью грузовика. Автомобиль повредил тормозную систему, заднюю раму и электрооборудование. Паника, конечно, первым делом. Мы-то боялись, что там еще все хуже будет, что машина опрокинется на бок. Слава богу, этого не произошло. Ну, к встрече, что называется, скоро ему помогли, поэтому он испытал небольшой шок. Решить проблему мог бы ремиксер. Машина, которая снимает старый асфальт, мгновенно перерабатывает его и укладывает обратно. Но единственный такой комплекс мэрия еще несколько лет назад продала в частные руки. Половина протяжения дорог города Омска за один сезон эта машина может пройти. За машиной ровное покрытие, ямочный ремонт и проходит машина. Сзади работают катки. Там различные, конечно, есть технологии по применению этой машины. Но дороги, если дорога ровная, динамического воздействия нет, она сыпаться не будет. То есть надо горячую дегенерацию в городе применять. Впрочем, это решение в буквальном смысле лежит на поверхности. Проблема глубже. Дороги разрушают грунтовые воды. Если нет систем водоотведения, любая, даже самая лучшая дорога за пару лет изнутри станет похожа на швейцарский сыр. На этой неделе вода размыла новое полотно в Горьковском районе. Провал отрезал жителей от остального мира. Грунтовые воды подтачивают фундаменты домов. Также еще опасность грунтовые воды представляют тем, что они по своей сути являются хорошим растворителем. И оказывают агрессивное влияние на бетонные и железобетонные конструкции. При длительном контакте и периодическом смачивании этих железных бетонных и бетонных конструкций происходит их разрушение. Чиновники согласны с учеными, но считают, что проще построить новый город, чем заново проложить сложную систему водоотведения. Потому что грунтовые воды постепенно, ежегодно, все выше и выше, приближаясь к повышенному условию. И, конечно, этой системой водоотведения надо заниматься. Это очень дорогостоящее. За основу это федеральный бюджет должен быть. Вот так же, как при ремонте дорог, федеральный бюджет, областной тоже не под силу. Это все измеряется десятками миллиардов рублей. Уже в мае уровень грунтовых вод достигнет пика. Они будут уже в двух метрах от поверхности. А значит, новых провалов не избежать. Данила Выжевский, Александр Лысак и Анатолий Серов. Омск здесь.